Хорошо, вариант еще на включение мышц. Давайте еще одну штуку сделаем и потом все друг другу потепим. Давайте, кто хочет, мяском выйдем сюда. Вот такие все. Не, не снимай, оставь пока. Мне спина твоя нужна будет. А ты можешь, да, снять? Отлично. Вставай к нам спинкой. Посмотрим, ничего не с плечиками. Отлично, отлично. Что у нас здесь? Есть интереснее? Я ко всем обращаюсь больше. Это плечико выше, правое выше. У меня здесь была травма плеча. Отлично. Не забываем про анамнез, ребят. Всегда нужен анамнез. Когда болит, что болит, почему болит. И когда ухудшается, когда уменьшается. То есть здесь вопрос все же больше о травме плеча. То есть была травма плеча, тут надо бы с плечом поработать. Но в нашем случае нужно подсобрать плечико. В данном случае у нас плечо явно уходит впереди, если вы посмотрите. Даже вот так вот. Вообще в идеале сбоку посмотреть, а лучше вообще сверху. То есть одно плечико уходит, видно, да куда, подождите, не так сразу. Одно плечико уходит больше вот так вперед, прям со скручиванием. То есть это говорит о том, что есть напряжение точно малой грудной мышцы. Ну и мы надавим, посмотрим с одной стороны, с другой стороны. Идут комфортно, тут. Тут лицо меняется, да, чуть-чуть? Да. Отлично. Давление одинаковое. Даже может здесь посильнее. Чуть-чуть. А тут прям вот. Ай, вкусняшечки. Вот. Значит, что нам нужно сделать? Чтобы нам опустить плечико, нам нужно включить первым делом трапециевидную мышцу. Обязательно нижние пучки. То есть что делает? Она опускает за ось лопатки, тянет и притягивает ее к позвоночнику. То есть вот это движение она делает. А так как лопатка у нас не делает прямых движений, она вся по сферообразно двигается вокруг ребер. Поэтому вот таким образом. Значит мы сейчас возьмем с вами и прям по факту обработаем сначала спиртиком. Фоткай. Принесни. Я в группу все скину. Там важное будет именно направление. Если вы хотите более глубокую мышцу, вы ставите просто по направлению. То есть если нам нужен трапецию. Да, на ту, которую ты хочешь поставить. Вот. Так, поехали. Да, пока так. Да, да, да. Причем того, что она растянет сейчас еще. То есть берем прям по трапеции. Ну и она еще растянет спину. Возможно даже коротенько будет. Чуть побольше возьмем. Вот эти моменты, где надо покороче, подлиннее, оно придет со временем, с практикой. То есть в таком положении, да? То есть, ну плюс-минус. Не совсем в таком, но похоже. То есть надо мышцу будет растянуть, да. Ой, якори пошли кривые. Нет. Нам нужна только нижняя порция. Повороту шеи будет верхняя порция. Находим 12-й грудной. И чуть выше него ставим тейп. На позвоночник в идеале якорь заходить не должен тоже. Вот так вот. Ну то есть подрастянули. Нашли ось лопатки. Опять же, все будет углубляться в знание анатомии. Натяжение 20%. Одевай эту штуку назад. Вот. Чуть-чуть ручкой пошевели. Угу. Чуть легчества. И сравниваем. Ну. Как вам по ощущениям? Поработать. Поработать. Та-да. Чуть-чуть тяжелая. Ну, нам чуть-чуть. Конечно. А я по фотку посмотрю. Сравните две рядочки. эффекта то есть но визуально уже видно что есть эффект то есть поставили с двух сторон вы вот эту штуку под выпрямили окей что еще можно сделать лучше да лучше на тренировку одевать тейпы ну ставить тут же опять же это все компенсаторика из-за плеча потому что она пришла изначально это мне плечо болит и вот здесь сколько вы не колупайтесь она будет быстро возвращаться назад то изначально проблема здесь была травма вопрос какая там связки порваны или еще что растяжение растяжение чего именно тебе не сказали овощи болит она при подъеме прекрасно прекрасно давайте такие отлично надави ручкой в сторону боль появляется вот функция если у вас приходит что давайте все же ладно дальше пойдем приходит человек с больным плечом ведь меня болит плечо где-то вот здесь обычно болит она то есть здесь мять не надо здесь толку никакого не принесет это так отдает вращательную манжету плеча как проверить вращательную манжету плеча первая мышца вращательная манжета плеча это та которая отводит плечо в сторону точнее ну да плечевой ста в сторону вот на такое расстояние на 10 процентов на 10 градусов лет 15 и просто просим человеком давить в сторону если боль появилась значит это мышца вспоминаем анатомию надосная мышца находится над осью лопатки вот то есть лопатки нашли вот мы взяли допустим вот так положили тейп но я прям натяну просто кожу чуть-чуть сторону да и боль меньше давай еще раз это сейчас расскажу дальше вы приколюхи по поводу боли начала берет она в ложе лежит там за осью то есть ось лопатки и упадок амин он да это начало вот это начало окон крепление к плечевой кости ну вот сюда на в плечо а начало вот все все ложе которые между осью лопатки и углом лопатки и вот это да 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 там прям постуральная мощно если расслабляем то наоборот отсюда сюда то есть от конца мышцы к началу да но если у нас сопровождается болевым но движение с болью с какой-то ну не скажем что острое что типа я вот так вот так вам пришли такие я не могу вот так сделать типа здесь тейпами ну как бы хорошо будет но не прям эффективно то есть логично вот шею кручу вот стреляет отлично вот та мышца вот та мышца которая в данный момент участвует движение вот ее на усиление будет прям хорошо затейпировать как правило то есть данном случае у нас боль в сторону она давит дави сторону появляется боль затейпируем на досную мышцу дави в сторону все отлично то есть не больно и рука держится что проверить другие мышцы по досной малая круглая делают у нас вращение назад просим человека давить назад да прям дави назад то есть болевых ощущений никаких нет то есть надавили дави еще раз держим и нет болевого ощущения просто на силу смотрим это у нас была надосная подосная подосная и малая круглая ну там по идее выверять каждой мышцы так больно ну вот даже так а сейчас попробую пам-пам и также вращение кзади это под лопаточная нет это не трапеция больно потому что надосная сустав не приводит в нужное состояние и он поднимается выше чем надо из-за этого боль появляется уже на подъеме то есть вот здесь где должна как бы еще дельтовидная работать дельтовидная здесь же не включая здесь же боль потому что идет ограничение в суставе а когда мы мышцы выправляем попробую подними ручку вот то есть вот эти тесты попробуйте прямо сейчас запомнить то есть вот 1 2 и 3 то есть в сторону туда и внутрь внутрь глубинные мышцы подлопаточная наружу подосная малая круглая соответственно если бы боль была она такая дави назад и здесь появилась боль в плече значит что мы будем делать тейпировать надосную подосную подосную сколько можно путаться подосную если она давит вниз ну внутрь или вниз и появляется боль значит тейпируем подлопаточную на проекцию